И всем привет ребят, с вами StarVac, если я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданной рубрике, которую я уже давным-давно не записывал на нашем канале, но мы ей предоставили очень интересную информацию и я не мог по этому поводу не записать видеоролик. Видеоролик посвящен нашим замечательным рейтингам лучшим игрокам, той самой заветной рубрике, которую когда-то мы записывали практически на постоянной основе, но если вы хотите, чтобы мы это все дело возродили, возродили лучших игроков, возродили видеоролики с лучшими игроками танков онлайн, с обзорами их профилей и рейтингов, то обязательно поддержите данное видео с лайком, не забывайте подписываться также на этот канал, ну и участвовать в розыгрыше. На 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого на срок игровой аккаунтики устанавливайте мой личный тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Начнем мы, ребяточки, с сегодняшней видеоролик стоп 10 лучших игроков нашей игры, но с необычными лучшими игроками, а с теми игроками, которых вы ненавидите, которые мультят вам катки и которые руинят вам бои. Именно по УП это 10 лучших худших игроков, да, лучшие из худших, и мы сегодня посмотрим тех игроков, из-за которых у вас может сгорать жестко, которые могут вам заруинить катку, которые могут вам замультить бой, и вы будете думать, что это вообще за человек такой. А это просто один из лучших игроков танков онлайн. Я, может быть, для себя тоже кого-то нового найду из этого списка, ну а может быть вы встретите тех самых заветных игроков, которые попадались вам в матчмейкинге, и будете напрямую уже знать, что это лучший оказывается игрок, а не тот игрок, какими словами вы его называли. Начинаем, ребяточки, с ника Dirt или Dirt99. Это 17-я легенда, и это игрок, у которого УП 0.40. Время в игре у него 2000 часов. Напомню еще раз и скажу еще раз, то, что все эти игроки на сегодняшний момент времени играют в нашу игру. То есть это не какие-то забытые старые аккаунты, не какие-то там мульты, которых... Никто давным-давно не видел. Это игроки, которые играют в матчмейкинг, и которые ежедневно играют в свои лучшие игры в нашей игре. 17-я легенда. При этом у этого игрока 7900 ГС. По кристаллам, по отношению, кстати, кристаллов и опыта у него еще не такой плохой результат. Играет он на Бруте. Играет он на Васпожиге. В большинстве своем. Резисты у него тоже какие-то здесь прокачаны. Ну и больше всего ему нравится играть в режимах захвата флага, контроля точек. Ну и, как мне кажется, этот игрок больше играет под увозы флагов. И не играет особо сильно под киллы. То есть на больших каких-то картах. Катает на Васпожижечке. Именно поэтому он имеет настолько низкое УП относительно своей звонки и своей легенды. Такое может быть. Такое может быть. Да, это может быть реально лучший игрок, который просто имеет плохое УП из-за того, что у него есть определенная цель. Выиграть катку в бою. И он целиком и полностью едет за увозами флагов. И старается тем самым помочь команде. Не знаю, честно, не встречал этого игрока в бою. Но на 17 легенде иметь 7900 ГС. На сегодняшний момент времени это крайне-крайне слабенький результат. Да, поэтому надеюсь, что у него в этом плане все продвинется. И УПшку он свою тоже в будущем сможет поправить. Переходим к следующему игроку. На Стардамус МИ-2. Легендарный игрок, которого я сам лично встречал в матчмейкинге. У него 40-ая легенда. И при этом УПшка его 0.38. Любитель поиграть на Васпо Магнуме. И если честно, это то вооружение, на котором можно бить УП. Можно делать цифры. Можно делать результат. Но за 4783 часа у него 40-ая легенда. И 7300 ГС на 40-ой легенде. Попрошу вас, ребяточки. При этом он любитель поиграть в ТДМки и захвате флага. У меня еще больше вопросов. Как можно, играя в ТДМку, иметь УП 0.38. Но вот такие вот игроки есть в нашем матчмейкинге. И вот такие результаты они показывают в рамках наших боев. Надеюсь, что у него тоже все получится. Он все-таки к какой-нибудь сотой легенде прокачает свой аккаунт. И сделает фуловый ЭГС. И покажет настоящий уровень в нашем матчмейкинге. И будет уже приближаться к стандартной единичке УП. Следующий аккаунт. Игрок с никома Лёлик. 101. Шестая легенда. 0.33 УП за 1000 часов. И этот игрок играет на Васпасмаке. Васпасмака с одним лишь резистом от Жиги. И также это любитель захвата флага. И еще один игрок, который будет акцентировать свое внимание, наверное, под УОЗы. Не знаю, насколько хорошо у него получается увозить флаги, когда у него 5000 ГС на шестой легенде. Но, исходя из того, что я вижу, исходя из тех цифр, которых я вижу, опыт зарабатывать у него получается лучше, чем кристаллы. И даже в рамках ивента первоапрельского он не продолжает ловить голды. Он их не ловит. Он даже не пытается. А может пытается. Не знаю, если честно. Да, все-таки на Васпе, наверное, поймать голды сложно. Но в любом случае у него на Васпасмаке 0.33 УП на шестой легенде. И это у нас уже третий лучший игрок в нашей игре. Дальше у нас идет игрок с ником 7Акор. Легенда номер 2 УП 0.29. 1700 ГС. При этом игрок играет на МК-2 корпусах. Все корпуса у него МК-2 либо МК-1. Играет он на Магнуме МК-6 с Брутом. И по резистам у него явно тут тоже еще все плохо. Есть три реза, но на них по 0 часов. Значит, он на них, я так понимаю, даже не играет. Вторая легенда 740 часов и 1723 ГС. Честно, когда я смотрю на это, мне плохо становится. Но это наш матчмейкинг. И такие игроки реально играют в ММ. Они реально играют в матчмейкинг. Он играет командный бой. Он играет захват флага. Он на прошлой неделе сыграл, ну, как минимум, наверное, для своей комбинации боев 10. Я так думаю, да, боев 10 он точно сыграл, чтобы набить такое количество очков. И продолжает идти к своей цели. Легенда 2 это еще, как говорится, только и только начало его пути. Учитывая его УП, учитывая его время провождения в игре. Ну и надеюсь, что у него в этом плане в дальнейшем тоже все получится. Ну а мы переходим к следующему игроку. Новый игрок с ником Валдер55Мастер. УП данного игрока 0.21. 0.21. Уже на этой неделе этот игрок сыграл довольно неплохое количество. 5000 ГС у него одета. Ну и по вооружениям у него есть целых 2 МК 7 пушки. И все так же корпус Васпик. Это тот же самый любитель захвата флага и еще джиггернаута, контроля точек, регби. А, так он любит играть во все режимы. Во все режимы он играет практически. И при этом на Васпо фризе во всех режимах у него 0.21 УП при 5000 ГС. На 32 легенде 5000 ГС у данного игрока. Потому что он играет без дронов. Он играет без дронов. Он играет без никаких дронов. Как они играют без дронов. Расскажите мне, пожалуйста. В чем проблема приобрести брут? Прокачать его на фул? И иметь уже дополнительный плюс к припасам? Я не знаю. Но у него 5000 ГС на 32 легенде и 0.21 УП. Жесть. 2.5 при этом часов у него сыграно в рамках игры. Офигеть. А мы переходим к топ-5. Топ-5 лучших игроков прямо сейчас будет на ваших экранах. Первый игрок с ником ФСД, 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 ФСД. И УПшка его 0.20 за 600 часов. Играет он на Хорната Твинсе. Играет он в захвате флага в Джаггернауте. В ТДМ очки. У него 2 реза. У него уже есть брут. Он уже в этом плане чуть более прокачан. Чуть более силен. Но УП его показывает супер хороший результат. И при этом всем у него 6800 ГС. В рамках матчмейкинга я считаю, что это просто очень-очень непонятный результат. Но если сравнить его, например, с Валдиром, то УПшечка, ой, УГСечка у него еще посерьезнее. Но при этом, при этом уровень его по УП становится в рамках Генералиссимуса еще более интересным. И еще более жестким. На четвертой строчке у нас игрок с ником Амадеус. 0.18 УП. Девятая легенда. Сотка ГСа. Просто соточка ГСа. Он играет на МК первых вооружениях. Без дронов он дошел до легенды номер 9 на МК-1 вооружении. И я не знаю, как они это делают. Я просто не знаю, как они это делают. Но он на МК-1 дошел до девятой легенды. И у него 100 ГСа. А-П-И-ТЬ. 0.18 УП. 0.18 УП. И это Амадеус. Амадеус. По сути, может быть даже это лучший игрок. Лучший игрок, который есть сейчас в матчмейкинге. Мы сейчас посмотрим еще трех игроков, у которых еще более приятные цифры по УП. Но относительно его аккаунта и относительно его вооружения, на которых он играет. При том, что он сейчас тоже. Вот прямо сейчас вы смотрите видос, а он играет. Он играет в этот момент. Это не какой-то старый забытый аккаунт. Это тот игрок. Легендарный, который вы можете прямо сейчас встретить в бою. И это очень жестко. Но дальше у нас есть игрок с ником Гердала. 0.17 УП, при этом 8.300 ГС. Он играет на Хопера Твинсе. Хопера Твинсе. И при этом у него 0.17 УП на Хопера Твинсе с 8.300 ГС. Восьмая легенда. 800 часов. На Бруте играет. Наваливает ЦТФ. Наваливает Джиггернаута. Наваливает ТДМ. Ну и по сути во всех режимах понемножечку тоже играет. При этом у него 0.17 УП с такой ГС. То есть если вот например сравнить с Амодеусом. Тут я могу понять почему у него такой УП. То есть у него МК-1 вооружение. А вот здесь. Когда у тебя МК-7 вооружение. И у тебя 8.400 ГС и 0.17 УП. Здесь у меня уже появляются вопросы. Вопросики. Поэтому мы переходим к следующему игроку. Ник которого. 777-333. 0.16 УП. 3.400 ГС. 22 легенда. И этот игрок играет на Хантера Твинсе. МК-5. МК-4. Наваливает контентов в ЦП-шечки. Практически все свое время. С 3.400 ГС. И при этом за полторы тысячи часов. У него 22 легенда с УП. 0.16. 0.16 его УП-шка. И он продолжает уничтожать матчмейкинг. Он продолжает разваливать матчмейкинг. Он идет к своей цели. И надеюсь совсем скоро прокачает себе новые замечательные вооружения. Ну и крайний сегодняшний игрок. Возможно лучший игрок Танков Онлайн на сегодняшний момент времени. Это игрок с ником LOL12345. Это легенда номер 4. Его УП 0.13. За 1357 часов. Четвертая легенда. 500 ГС. Это еще один легендарный игрок. Который играет на чисто МК-1 вооружениях. И все так же очень сильно любит Магнум. Он наваливает на вас по Магнуме МК-1. В захвате флагов, в Джиггернауте, в Регби. Во всех режимах он показывает лучшие результаты в рамках нашего матчмейкинга. С 500 ГС и четвертой легендой. Он продолжает идти к своей цели. Он продолжает уничтожать этот матчмейкинг. И определенно идет добиваться новых вершин и новых результатов. УП его, конечно, выглядит очень жестко. И, честно говоря, я не знаю, что в голове у этих игроков. Почему они до сих пор не прокачали свои вооружения. И почему они играют с 500 ГС на сегодняшний момент времени. На постоянной основе в рамках наших замечательных матчмейкингов. Но это реальные 10 игроков, которых я вам показал. Которые все на протяжении сегодняшнего дня играют в нашу игру. Всех их вы можете встретить в матчмейкинге. И они вам покажут новый уровень игры. О котором вы, может быть, даже еще ни разу не видели. Очень жестко. Очень жестко. Спасибо огромное Давиду за предоставленный данный рейтинг. Если ты смотришь этот видеоролик, то спасибо тебе огромное. Ну а вы, ребяточки, пишите, что вы думаете по поводу топ-10 лучших игроков в нашей игре по УП с отрицательным результатом. Поддерживайте видос лайком, если вы ждете возвращения рейтингов. Пишите и скидывайте мне в Дискорд интересных игроков. Может быть, составляете свой какой-то определенный топ для новых видеороликов по этой рубрике. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.